Добрый день, зрители нашего ТВ-клуба «Континент». Сегодня у нас наконец-то пятница, 7 апреля. Поздравляю всех с наступившим праздником Песах, с наступающим одной Пасхой, другой Пасхой. И сегодня мы, как обычно, в пятницу с Игорем Туфельдом обсуждаем события прошедшей Американской недели. Мы поговорим о судье Верховного Суда Кларенса Томаса, о событиях в штате Теннесси, о горячо любимой игре передачи The View, о швейцарском миллиардере и о том, что во всём, как обычно, как известно, виноват Тональд Транк. Добрый день, Игорь. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, наши дорогие слушатели, радиослушатели, зрители, телезрители, читатели и почитатели. Ну, уже стандартное приветствие. Я присоединяюсь к поздравлениям Миши с первым седором, который прошёл позавчера, со вторым седором, который закончился вчера, ну и с оставшейся пасхальной неделей, а также со всеми остальными праздниками – Пасхой, христианской, католической, православной. Ну и если у нас есть зрители, которые отмечают Рамадан, то тоже, соответственно, с этим праздником. Итак, перейдём к обзору событий за минувшую неделю. То, что, в общем-то, привлекло моё внимание, ну и не только моё внимание, внимание всех средств массовой информации, либеральных каналов, 98%, коих у нас существует в Соединённых Штатах Америки, это осуждение судьи Томаса. Напомню, что судья Томас был назначен Верховным судом президентом Рейганом. Он является одним из самых консервативных судей, и при этом ещё и афроамериканцем. Так что в этой ситуации он постоянно в последнее время является объектом всяких нападок, всяких сплетен, всяких обвинений. Он и его жена, которую обвиняли в том, что она открыто поддерживала события 6 января. Ну то, что они поддерживают Трампа, это как бы супруга судей Кларенса, к суде Томаса никогда это не скрывала, и в общем в этом нет ничего удивительного, и так же, как и нападки против них. Но последние уже перешли все границы, потому что сейчас судью Томаса обвиняют в том, что он принял приглашение своего старого друга, дружба исчисляется четвертью века, более 25 лет они дружат. И в связи с этим один из сторонников и доноров республиканской партии, миллиардер Кроу, пригласил судью Томаса с супругой в круиз, при этом сопроводив его своим собственным самолетом, то есть пригласил его на борту своего собственного самолета, прилететь с ним в место, где находится его яхта личная, и провел с ним там отпуск. Собственно говоря, что в этом плохого, я, честно говоря, не понимаю, потому что вообще принято как-то вот так приглашать друзей к себе. Если есть возможность, что друзья проведут с вами отпуск, останутся у вас. Вот, допустим, у вас, дорогие наши слушатели, есть дача или летний домик где-нибудь там на Кейп-Коде, в курортном месте в штате Массачусетс, или во Флориде, то почему вам не пригласить туда своих друзей, или вы будете интересоваться, какую должность они занимают, или думать о том, какой резонанс это вызовет в прессе. Ну, вообще, это, вы знаете, мне кажется, что вот эти отношения, которые сейчас у Соединенных Штатов возникли с Израилем, критика президентом Байденом политики премьер-министра Натаньягу, его желание провести реформу, очень напоминает мне именно ту ситуацию, которая возникла вокруг Вениамина Натаньягу уже много лет тому назад, когда его обвиняют в том, что он якобы получал взятки. А в чем заключаются эти взятки? И вообще-то предмет взяток – это денежное вознаграждение взамен каких-то услуг, которые получает тот или иной человек, который дает взятку. Ну, вот Натаньягу обвиняют в том, что он получал дорогие подарки от своего тоже старинного друга, миллиардера из Южной Африки. И, в общем, в этой ситуации, вообще, я просто хочу даже спросить вас, дорогие зрители, и, Миша, ты тоже прокомментируй это. Если человек, который, в общем-то, достаточно богат, обеспечен, приходит в гости к своему другу, он что, должен пойти в долларовый магазин и купить ему там банку консервов или какую-то коробку конфет за 2,5 доллара? Чем это отличается от того? Каждый дарит подарки в соответствии со своими возможностями. И возможно, что для этого миллиардера, вернее, невозможно, я уверен в этом, купить дорогое шампанское или дорогую бутылку вина или коробку сигар равносильно, что простому человеку, который живет от зарплаты до зарплаты, купить коробку конфет за 3,5 доллара. А почему это должно быть инициировано как криминал? То же самое и с судьей Томасом. Старинный друг пригласил его в гости. У старинного друга есть яхта и есть самолет. Вместо того, чтобы судья Томас покупал себе билет в самолеты первого класса или даже тот же самый друг купил бы ему этот самый билет, то, в общем, в этой ситуации он предложил ему воспользоваться его личным самолетом, на который он сам же и отправился в тот же отпуск. То есть они провели отпуск вдвоем. При этом самое интересное, что буквально параллельно этому событию была опубликована еще довольно интересная информация об одном швейцарском миллиардере, которого зовут Хенджиорк Вис, который жертвовал десятки миллионов долларов, а в организацию, в свой фонд, который финансировал избирательную кампанию Байдена и многих кандидатов от Демократической партии уже в прошлом 22-м году. То есть на самом деле это не является нарушением закона, но в то же самое время многие даже члены Демократической партии считают, что любые пожертвования, которые превышают 10 тысяч долларов, должны быть обнародованы. А здесь задействована такая очень сложная схема, и это говорит о том, что Хенджиорк Вис просто не хотел показывать, что он жертвует такие большие деньги. Вот сама схема уже вызывает определенные вопросы, но на мой взгляд этих вопросов намного больше, чем в том, что касается судей Томаса и его супруги, и их старинного друга Кро. Миша? Ну, там Томас уже пытается обвинить в том, что он не декларировал, и он не обвиняет, что он с ним ездил отдыхать, а в том, что он не декларировал эту поездку, потому что вроде как, поскольку это какой-то там подарок, превышающий какую-то сумму, то это политики должны декларировать. Как мы знаем, это нарушается сплошь и рядом. Боб Менендес за это чуть, сенатор из штата Нью-Джерси чуть не поплатился своим местом в сенатском, потому что был суд, но этот суд в итоге ничего не решил, поэтому Боб Менендес продолжает благополучно представлять штат Нью-Джерси. Там была история у него с этим зубным врачом, который пытался... Там была хуже, кстати, гораздо история. Там этот зубной врач вроде как пытался осваивать деньги Медикейд, Медикэр, ну, государственных медицинских программ, и Менендес чаще способствовал при его принятии законов, которые позволяли этому бантисту это делать. Но, как мы видим, обычно это ничего не происходит, никак ни на что не влияет. Возможно, что скандал... Когда это касается членов демократической партии. Да, ну, так возможно, что скандал с Томасом сейчас раздувают, как раз, чтобы прикрыть скандал с этим Херманом Виссом. И тут, кстати, надо добавить, что, в принципе, по американским законам пожертвования зарубежные запрещены. Поэтому тут скандал гораздо более серьезный, чем то, что он там 10 миллионов перевел, потому что схемы, по которым он перевел, возможно, проводили к... 10 миллионов, а десятки миллионов. Да, десятки миллионов. Кроме того, что он еще организовал специальную организацию, специальный фонд, который обязуется к 30-му году перевести миллиард долларов, якобы в борьбу с... с глобальным потеплением, с экологией и жизни флоры и фауны в среде, в морской среде. Ну, это как бы тоже вот такая вот ширма, которая позволяет оттуда... То есть речь идет не о самих пожертвованиях, а о схеме, которая была сделана именно для того, чтобы прикрыть пожертвования из-за границы. Доместицировать их, как это здесь называется, чтобы сделать их легальными пожертвованиями изнутри Америки. Да, и это, я думаю, что как раз потому, что обычно, как только начинают нападать на судью Томаса, на Трампа, на любых представителей республиканской партии, это означает, что где-то что-то пробило со стороны демократической партии. И это ответный или превентивный удар. Я хочу поправить тебя чуть-чуть, потому что судью Томаса назначал не Рональд Брейган, а Джордж Буш-старший. Это было в 1991 году. Но это детали. А еще добавить к биографии Томаса, то, что главным противником его назначения, главным борцом против того, чтобы его назначили, был супер, большой любитель, в общем, большой ненавистник расизма, большой борец с расизмом, со всеми его проявлениями Джо Байден, который был тогда председателем Сенатской комиссии. Там была очень грязная история, которую он всячески пытался развивать, как мы помним. Но про судью Томаса мы можем поговорить отдельно в другой раз, а сейчас мы хотим поговорить про твою любимую передачу «Взгляд», «The View». Что там у нас теперь произошло? Сегодня одним из гостей этой передачи был сенатор Берни Сандерс, всем известный, такой вот независимый кандидат, который уже несколько лет подряд пытается баллотироваться в президенты. Кстати говоря, в 16-м году, просто констатирую факт, он вполне мог стать номинантом от Демократической партии, если бы не произошел скандал с имейлами, которые дискредитировали Берни Сандерса. Как казалось, потом этот скандал скрылся из-за того, что председатель Демократической партии, мадам Шварц, по-моему, или Шварцман. У нее очень длинная фамилия, Вассерман Шульс она. Вассерман Шульс, ну еще лучше, да. В итоге вся вот эта вот переписка с Хиллари Клинтон каким-то образом вскрылась, ее взломали, то ли это были российские хакеры, то ли это были демократические хакеры, противники Хиллари Клинтона. То есть до сих пор эта история как-то непонятна. Но в итоге кандидатура Сандерса была полностью омрачена всеми этими имейлами. До того, как стало достоянием, кто автор всех этих имейлов, он снял свою кандидатуру, сам заявил о том, что он за единство партии демократии, и поэтому не собирается выяснять никакие отношения, судебное разбирательство и так далее и уступает свою президентскую дорогу женщине, то есть Хиллари Клинтон. Так вот, сегодня его пригласили для того, чтобы он прокомментировал, во-первых, свою книгу о том, что капитализм – это не самое лучшее явление. Я не помню сейчас точно, как она называется. Миша, помнишь? Нет, не помню. Да, ну что-то, да, мы не должны преклоняться перед капитализмом или что-то такое, но дело не в этом, суть не в этом. А в том, что началось, конечно, с того, что постоянно происходят проблемы с транспортом, особенно с железными дорогами, а с локальными путями, связанными там с сабвеями, со станциями метро, как, например, в Массачусетсе, это постоянно происходит в Бостоне, и постоянно поезда сходят с рельс, и, как мы знаем, министром транспорта является такой один из любимцев демократической партии Питер Бутиджич, который после вот этой грандиозной катастрофы, ужасной в штате Огайо, в городе Палестин, не отправил... Ну, неважно, восточная, западная, южная, северная, Палестин, все меня поняли. И в этой ситуации он не отправился на место этой трагедии, где были, в общем-то, разбиты баки с токсичными веществами, город полностью оказался изолированным, из-за отравленной воды, стали вымирать животные, и рыбы, и всякие птицы, связанные с жизнью, с озерами и реками, которые окружают этот город. И вот Берни Сандер стал объяснять, что, мол, профсоюзы плохо работают, что вообще как-то вот система труда недостаточно хорошо разработана в Министерстве транспорта. И тут вот самая такая бойкая женщина, участница этой программы, Саня Хостин, которая вообще по специальности юрист, она даже работала прокурором, но, видимо, такого же уровня, как Брэк, прокурор Брэк. А сейчас она полностью перешла на телевидение, иногда там участвует в юридических тоже дебатах, высказывает свое профессиональное мнение. Так вот, она, конечно, сразу задала вопрос Берни Сандерсу. Ну и, конечно же, вы же подтвердите, что в этом виновата администрация Трампа. Ну, конечно, Берни Сандерс не мог с этим не согласиться, хотя я думаю, что если бы Саня Хостин не намекнула ему об этом, я думаю, что он вряд ли вспомнил бы Трампа в этой ситуации, но просто вот меня поражает такое, Саня Хостин постоянно везде, всюду вставляет Трампа. Вот уже просто доходит до абсолютного абсурда, и я думаю, что зрители этой программы, даже сторонники Демократической партии, замечают, что Саня Хостин просто перегибает палку. Тем более, когда это все происходит на фоне начавшихся слушаний в Конгрессе, где разбирают ситуацию, бедственную ситуацию совершенно, просто катастрофическую, связанную с выводом американских войск в Афганистане. Вот вчера спикер Пентагона и генерал Кирби заявил о том, что вообще-то во всем, что происходит, виноват тоже президент Трамп. То есть вот это вообще была его идея, вывести войска из Афганистана. Ну, на самом деле, действительно, Трамп заявлял о том, что он выведет войска из Афганистана. Уже даже были переговоры с представителями талибов. Но сам вывод войск из Афганистана никакого отношения не имеет к тому, что планировал это делать Трамп. Тем более, на фоне того, как вел себя Трамп во время своих четырех лет нахождения на посту президента Соединенных Штатов Америки, он не позволял себе вот таких вот каких-то там отходов в сторону, каких-то там политических недоговорок именно во время договоров между чужими странами. То есть он сказал и сделал. Это многим, я знаю, не нравилось. Например, когда он пришел к власти, одним из первых решений было выйти из Парижского аккорда по экологии. Второе – выйти из Иранского соглашения. То есть все моментально взял. Если ему что-то не понравилось, он сразу сделал. Но обвинять Трампа в том, что было сделано под непосредственным руководством президента Байдена. И, кстати говоря, как сейчас выяснилось, что большинство генералов, основной генералитет полностью противоречил решению Байдена конкретно и со сроками вывода, и с вывозом, и так далее. Но в итоге оказался Трамп. Вот у меня просто такой вопрос, Миша, и тебе, и нашим телезрителям, что если бы события, трагические события в Бенгазе произошли бы после того, как Трамп был президентом, а не во время правления Обамы и не во время госсекретариатства Хиллари Клинтон, то, видимо, тоже обвинили бы в этом Трампа. То есть даже вот он там отсидел свои четыре года в Белом доме, и после этого его пригласили, как бы вот он опять баллотируется президентом. Но Хиллари Клинтон говорит, что это вообще Трамп виноват в том, что произошло в Бенгазе. Я даже удивлюсь, не удивлюсь тому, если сейчас, даже несмотря на то, что Трамп в это время даже не собирался баллотироваться президентом, его все равно будут обвинять в Бенгазе. Да, они найдут, что ли, будет. Так же, как Шуриц обвинили в том, что он разрушил часовню 14 века. Вот, мы поймем так, что книжка Сандерса называется «It's ok to be angry about capitalism». То есть, вот, значит, и... Ну, а и тут еще нужно перейти теперь плавно к событиям в Ассамблее штата Теннесси. Это местный конгресс, Сенат называется «Ассамблей», традиционно, где выгнали двух демократов из состава Ассамблеи и едва не выгнали третьего или третью. Вот, ты можешь прокомментировать эти события, пожалуйста? Ну, на самом деле в Капитолии, в Сенате штата Теннесси произошли просто беспорядки, потому что три члена Ассамблеи штата Теннесси вышли туда с плакатами и устроили, по сути дела, такой небольшой дебош внутри здания, потому что они протестовали против голосования, связанное с разрешением на владение оружием. То есть, они считали, что это нужно запретить, но они выражали это как бы такими не совсем достойными способами. То есть, плакаты срывали выступления других своих коллег и так далее. После этого было проведено голосование, что они лишили, так сказать, звания и исключили из Ассамблеи. Но они, естественно, могут выставить свой организатор на следующих выборах, и, возможно, будут выбраны, возможно, нет. А в отношении третьей или третьего, который, как оказалось, по чистой случайности, или, наоборот, по чистой закономерности, представителям трансгендерной общины, потому что сейчас вообще невозможно назвать он, она или они, его не исключили по совсем другой причине. Потому что голосование, за каждого было отдельное голосование, и если двоих исключили большинством голосов, то здесь одного голоса не хватило. То есть, она победила, осталась в Ассамблее, благодаря одному голосу, который ее поддержал. Но левые средства массовой информации, естественно, прокомментировали это по-другому. Они сразу обвинили членов Ассамблеи штата Теннесси в расизме, потому что, в принципе, это действительно факт, два члена Ассамблеи, афроамериканцы, были изгнаны голосованием, а одна или один остался, потому что одного голоса не хватило для его исключения. Но на самом деле все происходило демократическим путем, и я уверен, что в этой ситуации ни тени расизма вообще нету, и все, как это последнее время, к сожалению, часто бывает на американском телевидении, было притянуто за уши. Еще надо, кстати, добавить по этому поводу интересные события, которые произошли тоже в Ассамблее Северной Каролины, потому что там один из демократов, член демократической партии, член Ассамблеи поменял свою партийную принадлежность, поменяла точнее. И теперь, благодаря этому, в Ассамблее Северной Каролины получило то, что называется квалифицированное большинство. То есть все республиканцы в этой Ассамблее получили подавляющее большинство, там две трети, или сколько там им надо для этого. Так что это вот интересно, потому что Северная Каролина, сколько она граничит с Вирджинией, и она так постепенно пыталась, так голубело-голубело-голубело, но в результате опять стала красной, как она раньше всегда была. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Да, но есть еще новости из штата Висконсин, где в результате выборов впервые за последние, по-моему, 15 лет, победил судья явно либеральных взглядов. И, в общем, я не знаю, там пока не было никаких судебных разбирательств, жалоб со стороны проигравшего республиканца, кроме выражений не просто таких чисто человеческих разочарований. Но посмотрим, в ближайшее время, возможно, что-то изменится, но как факт это, безусловно, надо было отметить. Ну, это был судья Верховного суда штата Висконсин, и впервые за вот за 15 лет там получил перевес, там демократы получили преимущество. Да. Ну, и, как обычно, как постепенно выясняется, что в избирательной кампании этого судьи очередной миллион, вроде бы, как инвестировал много обсуждаемый в последнее время Джордж Сорос. И не в последние 60 лет, наверное. Так что, у тебя вишенка на торте еще есть какая-нибудь? Да, даже две вишенки на торте, потому что первое, это вот если ты вспомнил Сороса, то, конечно, нельзя не упомянуть о том, что Нью-Йорк Таймс... Вообще меня вот эта ситуация немножко как-то удивляет, потому что когда Сороса обвиняли в том, что он помогал избранию прокуроров и судей, и губернаторов, там, допустим, в Пенсильвании, в Калифорнии, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, все было нормально. Он не проявлял никаких эмоций и скромно молчал. Но вот почему-то в отношении Элвина Брэга он постоянно пытается отрицать, что он каким-то образом связан с его избирательной кампанией. В то же самое время Нью-Йорк Таймс даже написала статью о том, что Джордж Сорос не пожертвовал миллион долларов в фонд избирательной кампании Элвина Брэга. На что компания CNN, вернее, нет, MSNBC ответила, что у нас есть данные, что Сорос таки пожертвовал миллион долларов в избирательную кампанию Элвина Брэга. Вот на самом деле, поди разберись. То есть здесь уже пускай они сами между собой выясняют, кто что и так далее, но вот почему-то действительно в этой ситуации его как-то вот это задело, что вот его именно обвиняют. Может быть, он не хочет, чтобы его обвинили в том, что он вообще замешан в возбуждении этих 34 пунктов обвинения против Дональда Трампа. И еще такая вот тоже связанная с этими 34 обвинениями против Дональда Трампа, что я об этом говорил на «Народной волне», когда у нас был прямой эфир с Игорем Цесарским, но, возможно, наши зрители на континенте этого не слышали. Мне кажется, это довольно интересная информация. После того, как были объявлены 34 пункта обвинения Дональду Трампу, некоторые каналы, прежде всего «Фокс», «Ньюс», «Макс», «Иван Американ Ньюс» стали сравнивать Дональда Трампа с Рональдом Рейганом. Причем конкретный случай покушения на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года. И, в общем, в этой ситуации суть была в том, что после нападок на президента, хотя там была попытка физической расправы, а здесь попытка политической расправы, его престиж и его рейтинг резко поднялся. Ради интереса я просто решил посмотреть, какие обвинения были предъявлены человеку, который пытался убить Рейгана, Джону Хинкли. И, к своему удивлению, обнаружил количество пунктов обвинения. Вот просто по сравнению с Трампом, что было предъявлено Хинкли, количество обвинений. То есть Трампу, как мы уже говорили, это уже все помнят наизусть, ночью разбуди, каждый скажет, из тех, кто смотрит наш канал, что Дональду Трампу было предъявлено 34 пункта обвинения. Что по совокупности грозит ему 136 годами тюремного заключения, потому что по каждому пункту он может получить максимум 4 года. Хинкли было предъявлено 13, всего 13 пунктов обвинения, из которых как бы налицо. Он тяжело ранил Ронла Берригана, он тяжело ранил пресс-секретаря Джеймса Бредди, который на всю жизнь остался инвалидом, ранил полицейского города Вашингтона и агента Secret Service. То есть 4 человека, это была попытка покушения на убийство. Но в любом случае, вот сравни, 34 пункта обвинения Трампу и 13 Хинкли. И последнее... Он, по-моему, недавно вышел, да? Да, он вышел, потому что его признали неменяемым и отправили на лечение в психиатрическую больницу. И недавно он на свободу. И последнее, что я хотел бы рассказать нашим зрителям, это тоже как вот заключительная вишенка на торте, уже, может быть, даже третья, что наконец-то появился человек, который уже открыто заявил о том, что он будет выставлять свою кандидатуру в президенты от демократической партии. Этим человеком является Роберт Кеннеди-младший, сын покойного Роберта Кеннеди, которому в следующем году должно исполниться 70 лет. Так что посмотрим. Он достаточно амбициозный политик, хотя на последних выборах праймерис от демократической партии в штате Массачусетс он уступил свое первенство действующему сенатору от штата Массачусетс Марки. И посмотрим, что будет дальше. Итак, хороших вам декабрь дней. И до новых встреч в эфире. Миша. Да, всем до свидания. Будем надеяться, что этого Кеннеди не будет ждать судьбу о всех предыдущих. И еще просто хотим вам напомнить. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, потому что почти всегда наши передачи смотрят больше человек, чем зарегистрированных подписчиков. Это совершенно не сложно. Просто нажимайте на колокольчик, и автоматически вы станете подписчиком нашего канала ТВ-клуб Континент Медиагрупп. Всего хорошего. Спасибо за лайки, за ваши комментарии. И хороших вам выходных. Хорошей, веселой, кошерной Пасхи, Истера и всех остальных праздников. Субтитры сделал DimaTorzok